Всем привет, приветствую вас на канале БК Белайф, с вами Аня, и сегодня я бы хотела поделиться с вами одной интересной статьей об Аджилите. Такого подобного формата у нас на канале еще не было, но я надеюсь, такое видео вам понравится. Рассказ ведется от имени спортсменки Сильвии, Аджилите хорошо для собак. Поехали! Рассказ ведется от имени спортсменки Сильвии, Аджилите. В 1992 году никто и не думал о вероятном вреде для собак. Тогда барьеры были 75 см, и мой самоед прыгал их в половину своей карьеры. Он был 54 см в холке, и ему диагностировали тяжелую дисплазию тазобедренных суставов год, до того, как он увидел свой первый барьер. Поскольку он никогда не вызывал признаков боли, я, конечно, пошла заниматься с ним Аджилите. Когда ему было 8, я начала читать о том, как плохо Аджилите влияет на суставы. Глупая, наивная, я поверила и отправила его на пенсию в 9 лет, когда он еще без проблем прыгал 65 см. Это была моя величайшая ошибка, и это было начало конца. Мышцы задних ног исчезли на глазах, и через 2 года он уже не смог ходить с нами в горы. Я стала оставлять его дома. Еще одна ошибка. Он все еще ходил с нами на ежедневные двухчасовые прогулки до дня своей смерти. В 16 лет от почечной недостаточности. Но я очень, очень жалею о всех годах, когда он оставался дома, а мы гуляли на природе, которую он так любил. Я думаю, я сделала с ним ужасную вещь. Он изменился и больше никогда не был тем же весенком, как раньше. Он стал старым и хромым, хотя ни того, ни другого раньше не было заметно. Мне очень, очень стыдно за это, и я пообещала ему, что я больше никогда не отправлю ни одну собаку на отдых, пока она мне не покажет, что хочет этого. Когда люди спрашивают меня, когда же старушка Ло заслужит пенсию, я всегда отвечаю, старушка Ло заслужила никогда не отправляться на пенсию. Она занимается аджилити 7 недель, сейчас ей уже за 10 лет. И она легко побеждает большинство молодых собак на траве. Кроме ее эпилепсии, она полностью здорова. Но позвольте мне рассказать ее историю эпилепсии. Ее первый приступ был в 5 лет. Во время моей сессии в университете. Мне было сказано, что приступ спровоцирован стрессом, а аджилити стресс. Глупая и наивная, я опять поверила и прекратила тренировки с того же дня. Но стало только хуже. Когда приступы начали повторяться каждый день, в течение нескольких дней подряд, ее начали лечить. Приступы прекратились, но она стала странной, заторможенной, без огня в глазах. Это была другая собака. Я думала и думала. И наконец решила, что лучше я проведу один год с Ло, чем 10 лет с этой странной черной собакой. Ло была такой классной, что я была готова на такой обмен. Я отменила лекарства, взяла ее на тренировку. На следующий день в горы, потом опять на тренировку. Мы занимались чем-нибудь каждый день, стремясь компенсировать недели лечения. И с каждым днем она становилась здоровее и счастливее. В течение следующих 10 месяцев у нее не было ни одного приступа. Потом они начались опять. Это была длинная зима, снежная и морозная. У нее опять начались припадки. Единственное, что было общего с первым случаем, она несколько недель не занималась отжилить. Так что я посадила ее в машину и занималась по снегу, льду и холоду каждый день. Я предпочла риск получения травмы следующему приступу. Она не получила ни того, ни другого. Ее следующий приступ был летом, когда мы путешествовали и не занимались отжилить 3 недели. Припадки повторились, пока мы не возобновили тренировки. Достаточно для того, чтобы я поверила, что отжилить ее лекарство от эпилепсии. Если она не получает дозы 2 недели, припадок может случиться в любой день. Если она не занимается отжилить 3 недели, приступы будут каждый день. Это еще одна причина, по которой она никогда не уйдет на пенсию. Поговорим еще об ужасном давлении на суставы моих собак. Признаю себя виновной. Суставы моих собак под жуткой нагрузкой. Они часами бегают в лесах каждый день, ходят в горы на целый день, каждые выходные. И каждое лето проводят 2 раза по 3 недели в горном походе. И да, они еще 2-3 раза в неделю по 5 минут прыгают барьеры. Стоит ли упоминать, что когда они занимаются отжилить, их суставы считают себя в отпуске. При этом средняя продолжительность жизни моих собак 17,5 лет. И они гуляют по 2 часа в день до самой смерти. Кроме одного попадания под машину и одного нападения собаки, ни одна из них никогда не получала никаких травм. Кроме этих двух случаев, вы ни разу бы не увидели моих собак хоть чуть-чуть прихрамывающими. В прошлом сентябре Ла чувствовала себя не очень хорошо, она не хромала и вела себя как обычно, но я заметила, что она медленнее, чем обычно. Я подумала, что она просто устала от подготовки к чемпионату мира, так что я дала ей 3 дня передохнуть перед соревнованиями. Но она все же была медленной, на 6 секунд быстрее, чем весь остальной мир, но медленная для себя. Избила ту самую единственную в жизни палку, так что я знала, что что-то не так дала ей отдохнуть месяц после соревнований, но лучше не стало. Я отвезла ее к ветеринару, ей сделали рентген от ушей до кончика в лап и ничего не нашли. Ветеринар обнаружил какой-то дискомфорт в левом плече, но после того, как он ее тянул и ощупывал, во время осмотра она опять стала сама собой. Я думаю, что там что-то сместилось, но встала на место при осмотре ветеринара. А в остальных двух случаях обращения к ветеринару, не считая прививок, когда Айкин бежал за кошкой на улице, его ударила машина, и его передняя лапа была не просто сломана, а раздроблена прямо под локтевым суставом. Это был ужасный открытый перелом, и после рентгена ветеринар посоветовал мне усыпить его. Они сказали, операция будет стоить целого состояния, и возможно, он все равно не сможет пользоваться лапой. Ему было всего три года, и он был для меня всем. Так что я отказалась, мне плевать, сможет ли он пользоваться лапой, если он будет со мной. Он вышел на старт через три месяца после операции, и он не просто ходил, он бегал следующие 13 лет жизни, не хромая. Когда Оула после нападения собаки был поврежден сустав, было сказано, что она будет хромать до конца жизни. Она перестала хромать через 10 дней, и через месяц бежала в свой девятый чемпионат мира. Да, они бойцы. Они бьются так, как этого требуется, чтобы вернуть то, что они любят. К счастью, это то, что они любят. Они достаточно это любят, чтобы бороться за это. Помните, я считаю, что мечты забываются, если мы действительно одержимы. Это и помогает моим собакам доказать неправоту ветеринаров. Они достаточно одержимы, чтобы преодолевать проблемы, которые с научной точки зрения невозможно преодолеть. Можете проверить записи моего ветеринара, кроме описанных случаев, их больше нет. Ни болезней, ни травм, ни домоганий. Простите меня, ветеринары, я знаю, вы не можете заработать на моих собаках. Я всегда шутила, что это мафия ветеринаров лоббирует пропаганду в ряда занятий для собак. Они бы иначе разорились. Можете вы себе представить, сколько клиник обанкротилось бы, если бы все собаки жили до 17,5 лет и посещали их в среднем 6 десятых раз за это время. Это один раз в 29 лет. Да, если считать маленькую дворняжку, которую я подобрала на улице, когда мне было 6, средняя продолжительность жизни моих собак почти 17,5 лет. И обе они ходили с нами на долгие прогулки до самой смерти. Из этих пяти собак только три вообще когда-либо посещали ветеринара по поводу иному, чем прививки. Мои собаки – кошмар любого ветеринара. Да, в отличие от большинства людей, я считаю, что agility – это очень здорово для собак. Благодаря занятиям они остаются счастливыми, молодыми и здоровыми. Поверьте, что в тот момент, когда я поверю, что agility вредит собакам, я брошу этот спорт. Я его и в половину так не люблю, как люблю своих собак. Но, как вы уже, возможно, поняли, я не считаю, что agility вредит моим собакам. Наоборот, я думаю, что в этом секрет их молодости, счастья и здоровья. Кто бы отказался от такого лекарства. Я не собираюсь их лишать этого, пока им нравится. Или пока не увижу признаков того, что agility им вредно. И я провожу 24 часа в сутки со своими собаками. Я наблюдаю за ними, играю с ними. И все говорят мне прямо противоположное. И вы знаете меня, и как я мало прислушиваюсь к общему мнению, когда моя интуиция говорит мне обратное. Да, аргументы большинства меня не убеждают. И, пожалуйста, не приводите мне пример профессиональных спортсменов. Мои собаки не профессиональные спортсмены. Они просто три счастливые собаки, любящие играть. Профессиональные спортсмены тренируются 6 дней в неделю, 2 раза в день, по несколько часов. Мои собаки тренируются 2-3 раза в неделю, по 5-10 минут. Вы, должно быть, шутите, что это может им повредить? Я понимаю, что Бу, бегающая трассу с 11 месяцев, может заставить вас подумать, что я занимаюсь с ней agility каждый день. Нет. Я занимаюсь связанными с agility вещами. Повороты право-лево-вперед. Каждый день. И когда доходит до agility, все уже очень просто. Я могла пробежать любую трассу джампинга без слалма на ее третий раз появления на снарядах. Почему? Потому что она уже знала все, что надо за неделю до того, как мы начали заниматься agility. А agility – это очень просто. Не надо отрабатывать все. Может быть, надо, чтобы вам попался самоед, чтобы следующей любой собакой было все очень просто. Agility не очень развита в Словении. Никто не принимает его всерьез. Очень просто отобраться на чемпионат мира. Может быть, в этом мое преимущество. Я просто не принимаю его всерьез до такой степени, что беру своих agility-ских собак мирового класса в горы каждую неделю, рискуя, что они получат серьезную травму, невозможную на трассах agility. Нагружая их суставы больше, чем они когда-либо будут нагружаться на agility. Я не вожу их к физиотерапевтам, массажистам, мануальным терапевтам. Не держу их на специальной диете. Я не общаюсь с ними, как со спортсменами, потому что они ими не являются. Это просто три счастливые, здоровые собаки, любящие играть. Да, это просто наша любимая игра. Вот поэтому я никогда не пойму, почему надо не трогать щенка в детстве и начинать работать с ним слишком рано. Я думала, в детстве надо играть. И ожилите игра, разве нет? Отличная пара. И нет. Я не думаю, что заставлять щенка работать на барьерах – это хорошо. Даже больше. Я не думаю, что работать на барьерах для любой собаки – это хорошо. Расслабьтесь. Это всего-навсего agility. И я не думаю, что как-то давлю на психику своих щенков. Я думаю, скорее на психику собак давят, когда с ними начинают заниматься поздно. А потом стараются подготовить их к соревнованиям как можно быстрее. Поскольку я начинаю с ними в 2 месяца, у меня есть еще 16 месяцев для подготовки. И поверьте, не надо ни на кого давить. Имеют такой запас времени. В своих группах я вижу людей, которые торопятся стараться научить большему, чем я советую и проскакивают обучение основам. Это те, кто ждал до года, а потом пытается за полгода подготовить собаку к соревнованиям. Мне этого не надо. Я согласна, что взрослые собаки учатся быстрее, но моя цель – не подготовить собаку в кратчайшие сроки. У меня есть вся жизнь, и мне нравится проводить ее со своими собаками, так что я не заинтересована в быстрых результатах. Я предпочитаю потратить время. И я не думаю так же, что надо ждать, пока собака будет психологически готова к соревнованиям. Я думаю, вы должны быть психологически готовы к ним, прежде чем идти на них. Собаки не знают, что они на соревнованиях, они просто хотят получить удовольствие. Мои собаки психологически готовы к соревнованиям в 4 месяца, поскольку позже я могу внушить им чувство победы, неважно, что произойдет. И последнее. Мы не прекращаем играть, когда стареем, мы стареем, когда прекращаем играть. Айкин был моей последней собакой, у которой я отняла молодость. Все мои остальные собаки будут оставаться молодыми до самой смерти. Неважно, что очень тяжело терять молодую собаку. Но я должна им это. Я должна им возможность умереть молодыми. Они заслужили это. Вот почему Лон никогда не уйдет на пенсию. И глядя на то, как она выглядит в 10 лет, думаю, я делаю правильно. И глядя на то, как она выглядит. Вот такая вот прекрасная статья была написана Сильвией Трукман. Славянская спортсменка и просто человеком, который любит своих собак. Когда я прочитала эту статью, я реально задумалась о том, что все-таки есть все в этой статье правда. Когда мы закидываем свое любимое дело, мы стареем. Мы меняемся, мы стаем совершенно другими людьми. И я решила для себя то, что моя 7-летняя собака Бигуля Хена будет бегать от Джилити до тех пор, пока она мне не скажет то, что она действительно хочет на отдых. А пока она самая счастливая собака, которая живет от Джилити и не стареет. Да, внешне она выглядит старо, но в душе это маленький щеночек, который очень любит от Джилити. Вот такое вот видео у нас получилось. Вы были на канале БК Билайв. С вами была Аня. Если вам понравилось такое видео, поставьте лайк. Напишите в комментариях, хотели бы выслушать еще статьи от известных спортсменов и вообще какие-то интересные статьи. Всем пока-пока.